12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметалин. И Светлана Занько, добрый день еще раз. Переходим к нашей второй теме, анонсированной час назад. Мы улетаем, убегаем далеко из областного центра, но не очень далеко, на Атарскую Луко, где недавно побывали с экспедиции сотрудники Вятского государственного университета, и не только. И Светлана Занько тоже там была. Итак, наши гости. Да, Мария Садокова-Ильина, руководитель управления информационной работой и коммуникации ВятГУ. Маша, добрый день. Добрый день. Карина Лаян, студентка факультета истории и политических наук и культурологии Вятского госуниверситета. Карина, здрасте. Здрасте. Станислав Ермуленко, руководитель проектов студенческого медицентра Вятского госуниверситета. Стас, привет. Значит, история такая... Что у нас с микрофонами, наш звукорежиссер? Да. У всех работают. История такая, мы даже нашего звукорежиссера здесь услышали. Максим, привет. Значит, история следующая. Мы не только в предыдущем часе анонсировали, собственно, экспедицию на Атарскую Луку, но мы это сделали сразу же после самой экспедиции, а я в процессе экспедиции в Facebook выкладывала фотографии. И я хочу отослать сразу наших слушателей, у кого перед глазами еще есть компьютер, кроме того, что вы слушаете радио. У нас в разделе «Городское эхо» на сайте эхокерова.ру есть блог «Аттарская Лука», и вы можете там видеть такой отчет, вполне себе полный, о нашем пребывании в этом месте. Видео-отчет, там фотографии потрясающие совершенно, которые Карина со Стасом делали. Там есть и фотки с земли, и фотки с неба, потому что запускали коптер. Запускали коптер. Виды, конечно, потрясающие. Надо вот что сказать. Прежде чем мы расскажем и о предыстории самих этих экспедиций, и о целях, и о том, что мы там увидели, надо обратиться к ребятам, потому что Карина и Стас абсолютно такие городские жители. Как вы себя назвали? Миллениум? Миллениалы. Миллениалы, да. Люди, которые из города практически не выбираются. Стас признался, что в последний раз резиновые сапоги лет в восемь надевал. В очень глубоком детстве, когда меня еще развлекало мочиться в лужах. Где вы живете, Стас, в нашем городе? У нас много мест, где можно весной и осенью прогуляться в резиновых сапогах. Смотрите, какая история. Действительно, городские ребята поехали вот в эту экспедицию. Благодаря тому, что работают в госуниверситете, оба имеют отношение к СМИ. Карина является еще и сотрудником ГТРК «Вятка», и сюжет должен выйти, да? Да, он уже вышел. Он уже вышел, можно на сайте, наверное, в ГТРК посмотреть. Но скептическое ваше замечание, которое прозвучало еще в автобусе, когда мы с вами отправлялись, а мы присоединялись к экспедиции, да, где-то вот в середине ее работы. Мы присоединялись к экспедиции, там уже работали научные сотрудники вуза. И, по-моему, от вас, от обоих, я услышала такое скептическое замечание, что вообще за проект такой «Вятская Швейцария». Вы в Швейцарии-то бывали? Ну, я, естественно, спросила, а вы бывали на Атарской луке? Ну, посмотрим, да, обменяемся впечатлениями в процессе пребывания там. И дальше я от вас таких замечаний скептических в отношении того, что вы увидели, по крайней мере, там, качество природных объектов, не услышала. Поэтому у меня просьба сейчас, чтобы вы коротко охарактеризовали свое отношение по итогам экспедиции вот к тому месту, где вы побывали. Давайте со ста значим. Я уточню то, что нам не нравилось топологическое самоназвание «Вятская Швейцария», потому что это вот странная вещь в менталитете, особенно в региональном, что у нас должно быть как у кого-то. Нет, у кого-то должно быть как у нас. Я сторонник вот этого. Принято. Относительно этого. То есть швейцарская «Вятка» у них должна быть там где-то? Просто, да, чтобы бренды не наслаивались, что, например, мы же понимаем, чем отличается «Игра престолов» от условного «Властелина колец». Я не понимаю, о чем вы говорите, я не смотрел. Ну, разные истории. Про бренды он говорил. Разные истории. Разные бренды. Атарская лука должна остаться атарской лукой в понимании, Стас. Это должен быть уникальный бренд, который... Да, вернемся к бренду еще чуть попозже. Давайте сейчас прям про ваши впечатления, коротко. Я вернусь сейчас к своему сравнению «Игры престолов» и «Властелина колец». Почему вернусь? Потому что мне кажется, что на тех местах, где мы бывали, вполне могли сниматься пейзажные виды каких-то фильмов. Потом, чтобы это все проникло в массовую культуру. А если оно проникает в массовую культуру, соответственно, поклонники и почитатели определенного культурного явления, как паломники будут съезжаться туда и, соответственно, развивать туризм. Это очень высокая оценка, на мой взгляд. Если Стас сравнивает эти места по своим видовым качествам с местами, где снимался «Властелин колец» с «Новой Зеландии», или второй фильм, который Володя не смотрел... Что ты взяла, что я смотрел «Властелин колец»? Который тоже Володя не смотрел, то... Я пытался, но не выдержал. Ну, это высокая оценка очень. Карим? Ну, я не настолько сильна в сравнении, как Стас, поэтому у меня больше просто впечатлений. Если честно, когда мы только туда ехали, я думала, боже, это вообще мы никогда не доберемся, разве это того стоит? Потом еще пять часов дождя. Да, пять часов дождя. Это было какой-то кошмар. Но вот уже на второй день, когда мы поехали, собственно, по экскурсии по самой Атарской Луке, я, правда, вот сказала, что все-таки что-то европейское здесь действительно есть. Что-то напоминает, особенно поющие пески, и как-то вот под впечатлением просто нереально. А пение песков-то вы засвидетельствовали? Да, нам повезло с погодой, все-таки солнышко выглянуло, и мы... А не в солнечную погоду? Я не запелим. Ну, по-моему, Маш, ты тоже была впервые в этом месте. Я была впервые, да. Я мечтала попасть туда на Атарскую Луку. В том году не получилось, а в этом году... Ну, это удивительное место, конечно. В силу того, что это вот река Вятка, это красивейшие, конечно, с одной стороны, это вот скалы, да, с большими красивыми деревьями, а с другой стороны, это шикарный пляж, почти что с белыми песками, потому что вот если посмотреть на фотографии сверху, ну, действительно, ну, Доминикана отдыхает, можно так сказать. Ну, правда, шикарное место. Ну, так, может быть, эту территорию не использовать вообще ничего, ни для чего более, кроме как приезжать туда, созерцать это всё, чувствовать бренность бытия и ощущать себя песчинкой в этом огромном мире. Да, мы сейчас с этими идеями разберёмся, давайте тогда к началу вообще самих экспедиций, как всё дело началось и что мы сейчас там... что сейчас там происходит. Долгое время, насколько я знаю, экспедиции в таком большом составе на Атарскую Луку не выдвигались, и вот несколько лет назад вы вернулись к идее придания этой территории федерального статуса, и не только с точки зрения того, что могут поступать какие-то другие средства для того, чтобы эта территория была охраняемой, но и с точки зрения как раз развития. Две задачи стоят. Это охрана, на которую никогда не хватает денег у местного Министерства экологии и природопользования, правда, два с половиной человека и половина лодки на гигантские территории, и нужны федеральные средства для этого. Во-вторых, у нас нет в регионе федерального значения природы территории, а это значит, когда человек заходит, например, тот же турист, исследователь, фотограф-анималист, да, вот как Сергей Иванов у нас, они смотрят, где точки на карте в этой стране, куда имеет смысл. Поехали, нас там нет, потому что у нас нет такой территории. И следующая задача, Володя, о которой ты говорил, оставить эту территорию нетронутой или всё-таки развивать там что-то. Вот нетронутость, это история про то, что её действительно, эта нетронутость захватывается тогда хаотичными вот как раз туристами и рыбаками и охотниками, которые без твоего разрешения и вовсе не для созерцания приезжают, например, туда, потому что они могут застраивать берега различными там конструкциями, они могут оставлять там мусор, они могут вытаптывать в Венере башмачок, неважно, они не знают, что у него под ногами, никто его не остановит. Или ты получаешь какой-то бизнес-план, ты брондируешь территорию, ты жирную такую большую отметину на карте страны оставишь и притягиваешь туда различные ресурсы и человеческие, и финансовые, и информационные, и эта территория получает развитие и защиту, и развитие, потому что одно без другого, как выясняется, в современном мире совершенно невозможно. В моём понимании вот такие были цели, когда на Атарскую луку возвращались экспедиции. В перерыве, вот до эфира ты приводил пример там очень известного нашего учёного, ли, чё там, липидоптеролога, как выяснил, да, Стас? Липидоптерист. Липидоптерист. Сергей Павлович, да? Да. Который нам показывал бабочек ночных, который говорил... Это какая сфера науки? Бабочек? Чешуекрылые, изучение чешуекрылых, да. Вот. Изначально, два года назад, когда мы там были с министерством экологии и с ВУЗом, вот как раз эти идеи обсуждались. Нынче экспедиция получилась узконаучной и немного просветительской, потому что приехал туда медиа-центр ВУЗа, приехала туда я от нашей радиостанции, ГТРК, вот в лице Карины там побывали. Чуть-чуть просветительской, обратите внимание. Но вопросы брендирования и развития территории, они не поднимались. На мой взгляд, это большое упущение. Это, наверное, то, над чем мы будем совместно работать в течение этого года для того, чтобы готовиться к следующей экспедиции. Вот об этих аспектах нашего посещения Атарской Луки и о том, что это даст кировчанам, и о том, собственно говоря, как работает медиа-центр и ВУЗ. Над развитием этой территории поговорим после короткого перерыва. Экспедиция нашего опорного ВУЗа на Атарскую Луку 2018. Часть этой экспедиции прямо сейчас присутствует, участников экспедиции присутствует в этой студии. И мы, наверное, сейчас поговорим о том, что конкретно происходило в этом году, а потом поговорим о том, как можно развивать эту территорию, какие планы можно закладывать. И расскажем все-таки о том, как медиа-центр ВИАДГУ над такими проектами работает. Итак, мы туда прибыли в среду, а экспедиция там была уже с понедельника. И там были ученые и студенты, да, и аспиранты разной направленности. Снова обратимся к нашим видеоблогерам. А у ребят по Атарской Луке и видеоблог есть, и вы еще снимаете видеоблоги, начали снимать из разных точек Кировской области. Давайте поподробнее, когда вы туда приехали, кроме потрясающих видов, о которых мы уже сказали, что вы там увидели, каких людей, чем они занимались? Стас? Ну, для меня было, кроме наблюдения за природой, интересно наблюдать за учеными, потому что они люди очень, английское слово passion, увлеченные, увлеченные своей деятельностью и теоретически не замечающие ничего вокруг, кроме того, что их интересует. Это очень вдохновляет, потому что тебе интересно посмотреть, что он там, как он там, почему, все прочее. Но, к сожалению... Что вы наблюдали конкретно, поясните нашим слушателям. Ну, один молодой человек, например, собирал камушки. Камушки. Камушки, да. Я спросила, а зачем? Ну, вот я буду исследовать, посмотрю на эти камушки, то есть, ну, понятно, что исследование каких-то там, наверное, минералов, да, то есть вот он ходил, вот в детстве мы собирали камушки, да, вот, а тут взрослые ребята, студенты собирают камушки. Девушка одна у нас там ловила стрекоз. У неё там должна задача, ну, может быть, это практика, может, ну, опять же, исследовать стрекоз, там, какая побольше, какая поменьше, там, все эти виды этих стрекоз, вот, да, до конца лета ей нужно собрать, там, 500 вот таких вот стрекоз. Изучить, 500 стрекоз, в смысле. Изучить, да, сделать работу, описать, ну, да, вот. Не отпустить. Как не отпустить? Потом... Это не спортивная рыбалка. Чучело стрекозы, что ли, делать? Ну, наверное, какие-то, да, что-то они там будут исследовать под микроскопом. Видите, мы не специалисты, поэтому мы же, как вот... Открывашку пригласим, вы... Со своей, да, колокольной это смотрим. Потом понятно, что исследовали мышей, да, вот. О, Карина, впечатление. Да, это просто любовь к борозубке. Борозубке. С первого взгляда была. Как называется? Борозубка. Бурозубка. Если что, я не ошибаюсь. Я рассказала, что меня два года назад впечатлила эта история, мы как раз с одним из ученых, я не помню всех по фамилиям, Владимир Михайлович Рябов. Два года назад он мне показывал, как на какую приманку ловятся грызуны на Атарской луке, и потом мы их там препарировали, и он мне объяснил разницу между различными видами мышей и вот этой самой бурозубкой, которая является древнейшим совершенно там животным родственником, господи боже мой, одногодками там, если не динозавров, то чуть-чуть. Чуть-чуть более лет. То есть её предки могли видеть из тех самых париозавров, которые у нас прилетали. Да, и когда я это рассказывала, у Карина были такие круглые глаза, мыши, фу! И надо было видеть восторг, да, Карин, когда ты увидела эту разницу и поняла древность этого животного, которое никуда не спешит, и выжила. В конце концов. У неё такой нос в виде поросёнка такой интересный, она совершенно отличается от других мышей, поэтому и восторг у городских жителей такой. К грызунам изменилось отношение, да, почти родственники стали восприниматься. Но при этом очень интересный на себе поймал эффект того, что когда мы вживую смотрели на мёртвых мышей, у нас был восторг, нам было интересно, а я отсматривал исходники видео для нашего блога, и как-то с экраном было... Да, лучше... Лучше не смотреть. Да, лучше в это время не обедать. Ага. Да, но ещё, вот мы ходили, уже говорили о учёном липидоптерологе, мы говорили о том, что нас ночью повели в такое место, где стоял генератор, светила лампа, была сетка, и на эту сетку слетались... Ну, вы кого-то приманивали вообще. ...ночные бабочки слетались. И если бы мы там провели чуть больше времени... В смысле насекомые? Нет, именно ночные бабочки. Да, они были абсолютно разные, им тоже попытались их снимать. Совершенно разные по размерам и по цвету, по конфигурации. И нам ещё говорили о том, что вот если через час мы здесь окажемся, то прилетят другие, а через два — третий, а эти улетят. И вот весь цикл этой ночной жизни, этих чешуекрылых ночных, можно проследить вот в этом месте, спокойным, тихом, под небом, хотел сказать, звёздным, но нет, были тучи. Да, вот. И тебе будет человек, который в этом понимает абсолютно всё рассказывать, всё вот раскладывать, вот это вот всё рассказывать. И я, конечно, очень позавидовала тем студентам, которые в такую экспедицию могут погружаться, и очень пожалела, что наши дети в школе сейчас лишены такой вот натуралистической работы, потому что новые курсы окружающего мира в начальной школе, биологии и географии совершенно не предусматривают практики на природе. То есть ты рекомендуешь всё-таки вскрывать мыши? И мы доходим, и даже лягушек мы со Стасом сказали, что надо вскрывать. Да, мы обсуждали в автобусе то, что в массовой культуре, опять я к ней возвращаюсь, я просто большой почитатель массовой культуры, у нас у всех отложен образ по различным американским фильмам и всему прочему, что урок биологии у нас ассоциируется с тем, что школьники препарируют лягушек. И это не только в фильмах, это перекочевывает и в видеоигра. А видеоигры — это тоже весьма массовое явление культуры нынешней. А если мы спросим любого, с чему ассоциируется биология у нас здесь в Кирове, то я сомневаюсь, что она будет ассоциироваться с чем-то кроме... С кучного урока и учебника. Совершенно верно. То есть мы дошли до того, что я уже рассказывала тут тоже в открывашке, что я иду со своей дочерью, которая 12 лет, и она в городе не может отличить тополь от липы. Ну вот и всё. Кто не может отличить? Тополь от липы. Зоси не может отличить тополь от липы. О, смотри. Да, да, между прочим. И уж ты так всё плохо-то? Посмотришь, твои скоро тоже пойдут в школу, и ты увидишь, если ничего не изменится за это время. Надо проследить за этим. Вот мы сейчас к чему все приходим, когда обсуждаем эту историю, что это безусловно огромный с нашей точки зрения, наши, говорю, потому что мы коллегиально так вот обсуждали, говорили, безусловно, огромный потенциал для образовательного туризма, экотуризма и образовательного туризма, который, с одной стороны, направлен, если это экотуризм, на сохранение территории, выявление жизни, понимание, как процессы происходят на сохранение. Образовательный туризм — это то, что спасает все территории природоохранные. Я могу сделать этот вывод по посещению разных природных парков и за рубежом, в том числе, без туристов, но который занимается направленной деятельностью какой-то. Это не просто там привезли, прошу прощения, с собой бухло и шашлыки, и костёр распаляли. А люди приезжают с какой-то задачей. Выходные дни на Атарской Луке со своей семьёй, с моей дочерью, которая не может одно дерево от другого отличить, ты получаешь 2-3-5 дней с экспертами, которые научат тебя наблюдать птиц. А мы там наблюдали краснокнижных птиц. Орлан белокрылый. Орла белохвоста. Или белохвост. Орлана белохвоста. Вы видели его? Кулика сорок, да. Это же, говорят, большая удача и большая редкость. Мы видели взрослую особь, и мы видели ребёнка, да, и нам поясняли, как они в полёте можно различить. У орлана белохвоста взрослого, хвост как раз белый, а у птенца нет, но они от ястребов, которые всё время над нами кружились, отличаются по конфигурации. И наблюдая за птицами, ты можешь в этой атмосфере спокойствие, где у тебя нет гаджетов под рукой, жужжащих, я не знаю, кого ещё, телевизоров. Ты можешь наблюдать, потратить на это время и различить этих животных, да, абсолютно точно, этих птиц. Мы, что ещё может там быть? Вот ребята ходили, я с ними не уместилась в лодку, вы снимали венерин башмачок. Расскажите про свои впечатления. И что это за растение такое? Ну, венерин башмачок, это вообще уникальное для Кировской области, орхидея, если я всё правильно помню. Тоже краснокнижное растение. Да, тоже краснокнижное растение. Для начала мы очень до него так серьёзно добирались, то есть нужно было подняться по склону, то есть, но это того стоило. То есть мы вместе с Екатериной Владимировной, вместе с кандидатом биологических наук, поднялись, она нам сразу всё показала, что вот тут семена, тут венерин башмачок, и на самом деле, что в этом году это действительно уникальная находка была, потому что обычно они не растут такими большими плантациями, а тут они прям нашли, и это для них было что-то невероятное. Я пошёл смотреть, как выглядит. С венерин башмачком такая история. Мы поехали поздно, в августе, то есть растение уже отцвело, и мы не видели сам цветок, но мы увидели плоды и узнали про эти плоды очень интересную историю, которая нас впечатлила, про любовь. Штас, расскажи про любовь, пожалуйста. Я сначала скажу, что очень важная для себя мысль, что если бы с нами не было кандидата биологических наук, оно было очень похоже просто на, не знаю, на щавель со стороны невооруженных взглядов. Я бы сказал, больше на ландыши листья. Да, и... Милленио вот этот вот ребёнок говорит, что на щавель. Ты понимаешь, у нас как далеко мы зашли уже с незнанием природы? Да, если бы не было Екатерины Владимировны с нами, я бы не знал, что это за растение. Это вот специалист его рулеткой заверяет, да? Да, да. Длину листьев. Да, я бы случайно на него наступил, а если бы я на него наступил, то я бы загубил 20-25 лет работы природы и прочего, и всего прочего, потому что особенность этого цветка то, что он очень долго прорастает. Сначала семена из коробочек рассыпаются, а кипыль по территории и ждут несколько лет симбиоза с грибами, уже после этого начинают прорастать. Друг в друга. 5-8 лет, по-моему, на земле. Прорастают друг в друга, и поскольку мы очень любители красивых метафор и литературы. Они 18 лет прорастают друг в друга. Правда? 18 лет вперёд. Да, мы считаем, что это самое романтичное растение. Прежде чем росток появится, только потом, да? Да, возможно, это тот самый цветок, который девушки хранят. Представляешь? Вот. Нужно образовать микорезу, 18 лет прорастать, чтобы в итоге получился цветок. Это про венерин башмачок. Представляешь, а тут наступил, действительно, и нет этого. Это очень древнее растение, очень интересное. И опять же, мы этого ничего не знаем, потому что мы там не бываем, мы не бываем в таких образовательных экспедициях, с нами нет эксперта. У меня есть специалист, который знает это всё, сразу может за секунду сказать, о, вот это венерин башмачок. Даже если он уже, получается, без цветка, потому что с цветком-то, конечно, мы поймём, что это что-то такое интересное, красивое. Ну и там такая история, если мы это листаем в книжке или мы смотрим в интернете, ты не проникаешься этими вещами, у тебя нет ощущения соучастия, а там на месте оно есть. И всё, это уже история с тобой, ты уже точно не спутаешь никогда, и ты будешь применять вот эти метафоры прекрасные, которые сейчас Тас привёл в своей жизни, и как-то даже что-то сравнивать. И это замечательно совершенно. Так вот, образовательный туризм, это, конечно, большое золотое дно для всех природных зон, природоохранных зон, которые представляют из себя ценность, где особенно содержат, они всегда, такие зоны, содержат в себе какие-то уникальные виды животных или растений. У нас на Атарской Луке такие есть. Их очень много. Их очень много. И напоминаем, что в 2019 году готовятся документы на придание этой большой территории статуса в федеральной природоохранной территории. А что за этим последует, мы пока не очень понимаем. Потому что есть заинтересованность ВУЗа, есть заинтересованность Министерства экологии и природопользования. Они принципиально различаются? Нет, у этих двух как раз структур не различаются. Но здесь не хватает, на мой взгляд, мне не хватает, на мой взгляд, бизнес-подхода. Потому что рассматривать развитие любой территории нужно как какой-то бизнес. Потому что должна быть точка отсчёта, должен быть план развития, должны быть просчитаны инструменты, которые используются, и цели, которых мы достигаем. И это всё нужно представлять заинтересованным людям. И фондам, которые готовы вкладываться в такие места, и бизнесу, который готов на условиях, которые следуют за этой зоной, там работать. И нам с тобой, Володя, как потребителям, родителям, просто людям, которые хотят действительно каким-то самообразованием заниматься, параллельно с медитацией в таких природных зонах, на таких природных объектах, нам чётко должны объяснить, куда я поеду, с кем я поеду, что я увижу, что можно, что нельзя, где я буду жить. Статус, напомните, особо охраняемый зоной федерального значения, он предполагает ограничительные всё-таки какие-то... Вот давай мы не будем сейчас тут говорить, потому что мы никто... Меры в отношении людей нет, вы просто специалисты, вы об этом говорите. Но кое-что скажем, потому что 20 лет назад, ну, около того, поднимался уже этот вопрос, и тогда был мощный социальный протест. Что сейчас с отношением людей, там проживающих, проживающих или имеющих ряда отношений, мы расскажем после перерыва. Мария Садокова-Ильина, Карина Лаян, Станислав Ермоленко, члены экспедиции 2018 на Атарскую Луку и сотрудники, можно сказать, да, ведь все практически сотрудники нашего опорного УЗа Авиатского государственного университета. Я буквально одну минуту ещё проговорю, а дальше весь эфир отдам ребятам, потому что, как обычно, когда бываешь на месте, перетягивать, пытаешься делать на себя, что неправильно. Но, однако, по поводу, я просто могу сравнить, поскольку я была там два года назад и знаю историю, по поводу того, почему несколько лет, десятилетия даже уже тому назад не удалось этой территории придать федеральный статус. Там очень сильно, очень большой был такой социальный отпор. Жители, которые там находятся, исторические арендаторы земель, а там несколько охотогодий арендованных, и даже руководители района поднялись против этой инициативы, они посчитали, что придание такого статуса ограничит их возможности в рыбалке и охоте, ну и в собирательстве, там, да, грибов и ягод. Почему-то они так считали и не смогли объяснить, что так не будет, что ничьи права не будут ущемлены, и все там коренные жители и те, у кого есть там взаимоотношения арендные, они на многие десятки лет распространяются, не пострадают, весь проект направлен на другое. Так вот... Можно я уточню, я свое мнение расскажу. Они боялись, скорее, не того, что им запретят, они боялись за то, что их будут контролировать. Сетями нельзя будет. Контролировать их будут, наблюдать за ними будут. Может быть, может быть, но тогда... В общем, тогда не удалось, тогда не удалось, а в этот раз мы там встретили местного жителя раз, и местного жителя, почти там потомка местных жителей два, и Карина брала там комментарии, и что вот они тебе говорили? Ну вот Сергей, он говорил о том, что он помнит этот лес вообще с трех лет, то есть у него там еще с этим лесом история от дедушки тянется, и он... Это вот та семья фотографии, которая есть в блоге на сайте Эхо и на сайте медиа-центра. Да-да, они из Москвы, они приезжают, как я поняла, отдыхать, и это уже их давняя традиция, и он как раз говорит о том, что все-таки статус вот этой охранной территории, он нужен, потому что вот как раз лес, который он помнит еще ребенком, он значительно ухудшился, стал гораздо хуже, чем он был, и он как раз всеми руками за, чтобы все-таки эту территорию как-то охранять. Ну и его родители, которые там были, они там круглогодично бывают, то с охотой, то с рыбалкой, или вот детей привечая, они тоже говорят о том, что, конечно, нужно менять статус, нужно больше сил кидать на эту территорию, и там был еще третий человек, который как раз рассказал, что он был рьяным противником изменения статуса, и теперь он понимает, что был неправ, и что нужно ситуацию менять коренным образом. Ну так что, по итогам поездки, вот вы, когда можно будет увидеть ваше творение, то, что записали, Коренни Станиславу обращается, Коренни Станислав, чтобы наши слушатели, сейчас заинтересовавшиеся, могли воочию убедиться, что вы действительно там были, и там действительно красиво. Куда Станислав смотреть? Мы работали параллельно на три фронта, первый фронт, это фоторепортаж, который уже доступен. На сайте Эхо Кирова, и на сайте Медиа Центра Вятгу. Второй фронт нашей работы был, это репортаж для ГТРК Вятка, он уже вышел, сегодня он с утра стал доступен на Ютубе, если вы боитесь... Это репортаж, это не фильм какой-то отдельный, Нет, это просто новостной сюжет. Да, ссылку на него у нас есть в нашем материале на сайте Медиа Центра, но, как я понимаю, оно еще и по сути с тем начнет. Я подозреваю, что материала-то отснято намного больше, нежели вошли в сюжет. И сейчас готовится как раз самое... И третий фронт наш любимый. У нас с Кариной есть проект, называется «Я, ты, город». Он начался с того, что... «Я, ты, город». Да, «Я, ты, город», но он у нас трансформировался в «Я, ты, область». А в чем суть этого проекта? Получается, началось с того, что мы ездили на один форум в город Москва, и нам хотелось что-нибудь снять, но чтобы это не было... Это форум «Мести медиа» называется, мы там вместе были. Мы были на форум «Мести медиа». Очень иронично, что мы в этом году были там с работой, с видеоблогом с прошлого. И вы победили, и мы победили. Но не лично мы, но медиа-центр победил. У нас был сначала формат просто видеоблога, где она что-то говорила на камеру, очень экспрессивно себя вела. Она это очень карьезно. Она это очень карьезно, да. И когда мы отправляли работу на тот форум, вот этот раз за 17-й год, я понял, что этот формат недостаточно образовательный, и что он слишком простой. И мы решили пойти на повышение. То есть? То есть сейчас у нас эта история не просто про Карину, которая путешествует, у нас сейчас эта история и про город, и про Карину, и про взаимодействие Карины с городом. Посветите немножко. Какими средствами и методами достигаете этого? Это, можно сказать, эссе, видеоэссе. Со второго выпуска мы поняли, что никаких ближайших поездок за счет университета у нас не предвидится, а делать что-то хочется. Привыкайте к журналистской работе. Да, и нужно было с этим что-то делать. Мы подумали, что от чего далеко идти. У нас есть вот целый город Киров, на который мы всегда смотрим глазами жителей, недовольных чаще всего жителей чем-то, но если сюда приехать как турист, то, возможно, он как-то по-другому будет выглядеть. Мы провели на себе эксперимент, который вы можете посмотреть на том же сайте медиа-центра. Мы попробовали изучить Киров, как будто мы туристы. И очень получилось позитивно. И затянуло. А задача была именно на позитив или на объективность, или на что? На иронию. А, на иронию. Вы по этому пути прошли. Нет, смотрите, в чем... А можно же было так вот искренне попытаться, чтобы заставить зрителя взглянуть на себя и на город со стороны. Мы это сделали. Философски. В чем наше отличие от видеоблогов, которые ходят и все. Вот это плохо, это плохо, это все плохо. То, что мы... Они деньги хорошие получают за это. А мы незаказные убийцы. Пока. Да, это у нас чисто пары в душе. В том, что иронизирование над городом, мы иронизируем в том числе над собой. И за счет этого мы классные. Мы классные. Так цель-то ведь в этом, чтобы иронизировать, чтобы понять, что мы классные. Расскажите, сколько у вас таких видеоблогов? И вы ведь не только на Кирове-то не остановились, несмотря на отсутствие финансирования. Да. После Кирова нам снова затянуло, нам снова не сиделось на месте, а хотелось что-то поделать. И когда мы делали выпуск про Киров, я ввел для себя новый термин. Очень внутренний туризм. Внутренний туризм, как вы знаете, это поездки по стране. А очень внутренний туризм, это не выезжая из своего региона. А на самом деле, даже в пределах области... А вверх этого не выходя из своей квартиры. Так очень внутренний туризм. Ходишь, так из комнаты. Да, очень внутренний туризм, это к центру психодиагностики. Мы решили посмотреть на область, потому что я очень редко куда-то выезжаю. Я не любитель природы. До недавнего времени, я не могу точню. Мы решили просто посмотреть на свою область, потому что в сознательном возрасте мы в ней не катались. Например, следующий выпуск после Кирова у нас был про город Слободской. В городе Слободском я бывал лет в 10 в школьном автобусе на экскурсии. Как вы понимаете, это был несознательный возраст, я ничего не запомнил. В Слободском говорят по кладбищу очень познавательно прогуливаться. Не дошли. До кладбища мы не дошли. Это, кстати, отличный видеоблог кладбища и региона. Да, и после нашей поездки я поймал себе на мысли, что тот же город Слободской можно очень классно упаковать как место, где есть как объекты из 17 века, так и какие-то постмодернистские свалки с автомобилями разрушенными. Если это всё классно упаковать, то это может быть тоже привлекательным для туристов. Но в чём проблема для меня? По крайней мере, я, как сейчас многие молодёжи, заразилась словом под названием урбанистика. И я из тех людей, которые, прочитав одну книжку Джеффа Плека, если не ошибаюсь, «Вокабл-сити», «Город для пешехода», стал ходить и везде подмечать. «Ага, ага, ага, проблема в том, что есть исторический ряд магазинов, и он полностью загажен вывесками различных шрифтов, различные степени кислотности для глаз, как это называется, визуальный мусор. И если бы, например, весь этот визуальный мусор причесать, как, например, это был, как на Тверской улице в Москве, то... — Не только на Тверской, уже по рекламе действуют правила в Москве давно, и даже в спальных микрорайонах там дизайн-код рекламы вовсю просто действует. — То есть причесать можно, и очень классно и интересно. — То есть на урбанистическом форуме мы тебя ждём в тентябре месяце, правда? — Я не претендую на экспертность в своей оценке, я как любитель. — Отлично. — Ну, наверное, один из последних или последних уже вопросов всё-таки интересует, ещё раз обозначить. Университет-то наш опорный готов обсуждать варианты вот этого развития туризма, привоза людей, организованный групп, не только студентов и сотрудников. — Конечно, готов. Ну, во-первых, смотрите, научные экспедиции уже начались, образовательные экспедиции это вот уже в будущем, они тоже прорабатываются. Не забывайте, что у нас есть целый институт менеджмента экономики, на котором есть у нас специальность, да, там, туризм и сервисы. Как раз ребята ездят по районам, смотрят, где какие можно экспедиции проводить, экскурсии образовательные, и не только для обычных людей, но и для людей с ограниченными возможностями, потому что это тоже интересно будет людям. Поэтому мы готовы, мы в этом плане развиваемся, и будет это всё. — Да, будем надеяться, что в ближайшее время упакованные продукты уже начнут появляться. Не факт, что они будут сразу прекрасными, да, надо будет их дорабатывать, отрабатывать, но то, что эта история про туризм в Кировской области на два года как минимум заглохла, вот, да, как-то начали двигаться, потом замолчали. Мне, знаешь, что, Володь, очень нравится... — Мы имеем в виду природные объекты. — И природные объекты, вообще туризм. — Внутри объекты вообще, да. — Включая событийный. — Да. Что нравится, что всё-таки новое поколение пришло, оно по-своему смотрит на эти вещи, на этот продукт, и они должны упаковывать и продавать. Не мы для них, а они уже для нас. У них совершенно другой подход, современный. И они про то, что с этой точки и в будущем будут продавать. Потому что мы-то всё-таки ещё со своим грузом плетёмся, что бы нам там хотелось посидеть у костра с гитарой. Ну, это тоже всё неплохо, но это уже другая совершенно история. Она уходит в прошлое. А вот появление таких молодых ребят, как Карина и Станислав, видеоблогеров, которые продвигают эти идеи, заражают этими идеями, и я уверена, это то, что придаст вот этому большому проекту и жизни, и даёт будущие перспективы. Спасибо. Мария Садокова-Лина, Карина Алоян, Станислав Ермоленко, Владимир Сметанин, Светлана Занькова. Да, через 20 минут особое мнение слушайте. Сегодня у нас в гостях руководитель аудиторско-консультационной компании наш коллега Азиз Сагаев. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин